С 1 июля этого года тарифы на коммунальные услуги в России вырастут в среднем на 4%. При этом во многих регионах рост дойдет до 7%, как например в Томской области, а в соседней Новосибирской до 15%. Однако если сравнивать эти же регионы, уже сейчас жители Томска платят намного больше новосибирцев, к примеру, за кубометр холодной воды. В Новосибирске почти 17 рублей, в Томске стоимость доходит до 36 рублей. О том, с чем связана такая разница, поговорим с Чингисом Царинжаповым, руководителем проекта ЖКХ «Контроль» в Томской области. Чингис, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте для начала обозначим, чтобы я понимала, наши зрители понимали, из чего вообще складываются, как формируются тарифы ЖКХ, как идет процесс ценообразования. Ресурсоснабжающие организации, коммунальные предприятия, сами не определяют ценник на свой продукт, который они производят и продают нам с вами, потребителям коммунальных услуг. Каждое коммунальное предприятие вынуждено ежегодно защищать свой тариф перед тарифным регулятором. Они доказывают, что у них очень много затрат, и, соответственно, эти затраты включаются в обсуждаемое тарифное решение. И тарифный регулятор где-то соглашается с предъявленными затратами, где-то, я уверен, тарифный регулятор стоит, так сказать, насмерть и не дает возможности включать эти расходы в тариф и, соответственно, повышать затраты. Если все-таки это государственное регулирование, но в регионах мы видим, что у нас совершенно разные платежки и платежи, вот здесь почему тогда разница, с чем это связано? То есть в каждом муниципалитете была своя история для каждого коммунального предприятия, по сути дела, да? Если взять город Томск, тоже был свой начальный какой-то тариф. Если взять Новосибирскую область, тоже у них на коммунальных предприятиях были стартовые условия, везде были разные. Соответственно, поскольку стартовые условия были разные, их одномоментно привести к какому-то общему знаменателю невозможно, потому что люди же получали, уже привыкли же получать услуги по определенной цене. И было бы неправильно, если бы мы одномоментно взяли бы и всех уравняли бы, да? Что еще влияет? Ну, где-то года два назад было принято решение о предельном росте совокупного платежа на все коммунальные услуги. Допустим, берем электричество, водоснабжение и теплоснабжение, да? Средний рост, условно говоря, 7%. И что, вот, не выше 7%. А руководитель региона говорит, так, у нас, значит, проблемы все-таки больше с теплоснабжением, чем с водоснабжением. Поэтому теплоснабжение, допускаем, рост выше, а теплоснабжение, а водоснабжение, соответственно, немножко ужимаем, да? И в итоге получается, что сам губернатор вырабатывает эту политику, да? Многие связывают как раз вот изношенные сети, как раз их ремонт с повышением будущих тарифов. Вот мы можем ли говорить, что здесь такая зависимость существует? Правильно ли это? Изношенность сетей – это такая пугалка в руках у ресурснабжающей организации перед властью. То есть они любят с помощью этой страшилки ввергать чиновников некое отцепенение. И когда они находятся в таком отцепенении, подсунуть бумагу и подписать документ о повышении тарифа. Я даже и обращался на публичных пространствах к ресурснабжающим организациям и прямо и говорил, ну а что, обязательно повышать тариф? Вы, может быть, немножко скорректируете закупочную политику? Немножко на чем-то сэкономите? Может быть, вы перестанете покупать какие-то вещи у поставщиков определенных за очень дорого? Или научитесь, в конце концов, привлекать нормальных подрядчиков, а не только своих подрядчиков? Если говорить о прозрачности тогда, тарифов и, может быть, даже начислений, насколько здесь все прозрачно для потребителя и, может быть, нам не хватает как раз этого? А надо ли вообще туда вникать всем сразу? Вот такой вопрос я тоже себе задавал, как эксперт. Мне кажется, не надо, чтобы весь народ дружно, гурьбой кинулись смотреть, чем же там занимается тарифный регулятор. Мне кажется, здесь должно быть все-таки какое-то доверие профессиональным людям, которые это считают. А сам тарифный регулятор и те чиновники, которые взялись за это, да и руководители, они должны все-таки взять на себя ответственность и объясняться перед населением, перед народом, перед средствами массовой информации. Почему именно такие тарифные решения, а не другие тарифные решения? Спасибо большое за сегодняшний диалог. Напомню, что о том, как формируются тарифы на услуги ЖКХ, мы говорили с Чингисом Циринжаповым, руководителем проекта «ЖКХ-контроль» в Томской области. Спасибо большое за интервью. Вам спасибо. Приглашайте еще. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова